Приветствую вас и, отвечая на ваши вопросы, хочу сказать так. Что с ним случилось? Случилось с ним то, что он начал встречаться с другой девушкой. Значит, в надежде, что она поможет ему вас забыть. Но у него это не получилось. Она не помогла ему забыть вас, не вытеснула его чувства к уху. Из-за этого он очень расстроился, потому что он понял, что вы удерживаете его рядом с собой, но при этом не позволяете ему быть ближе к вам, по его мнению. И эта обида настолько переполнила его, что он ощутил очень сильную безысходность. В результате чего от нее начал пить. Алкоголь сподвиг человека на подвиги, развязал язык, как это обычно бывает. И вся эта обида на самого себя вылилась на вас. Потому что люди, в том числе мужчины, не склонны винить себя в проблемах, а склонны винить других. И это проще. Проще обменить другого человека, например, вас в своих проблемах. Ну, мужчина находился в очень расстрепленных чувствах, и его можно понять. Хотя, конечно, оскорбления даже в этой ситуации мне кажутся неприемлемыми. Но это уже сейчас лично вам. Могу сказать только то, что оскорбление и как бы высшая точка кипения его эмоций. То есть, видимо, это накопилось всего не первый год. И вот вылилось в итоге в такие вот оскорбления. Вести вам себя сейчас с ним нужно очень пассивно. То есть, вот он вам наговорил куча всего. Соответственно, оскорбил вас совершенно незаконно, неоправданно обидел вас. И ему не нужно перед вами извиниться. Если это произойдет, продолжите общение. Тогда уже можете поговорить. Если выявить отношения, может быть даже сблизиться. Если этого не сделает он, то тогда и не нужно ему звонить, не нужно с ним разговаривать. То есть, он, видимо, считает, что вы должны быть его за все то, что он для вас сделал. В таком случае это потребительское отношение к человеку, используемое отношение к человеку. И подобное отношение ничего хорошего лично вам не принесет. И при отсутствии извинений, и уважении к вашей самооценке, к вашей гордости, к вашему самомнению, не стоит самостоятельно ему навязываться. Потому что все таки он мужчина. И если ему не хватило смелости признаться вам в своих чувствах раньше, но зато хватило смелости наговорить гадости. То есть, если он хоть чуть-чуть вами дорожит, он решится на извинения. И это будет доступок, который может стать началом ваших отношений. Если этого не произойдет, то, соответственно, он не достоин вас. Ну и не помешало бы вам просто чисто для себя понять, что же вы сами к нему чувствуете, можете ли вы ответить ему взаимностью, и если у вас к нему есть чувства недружеские, то почему бы их не проявили к нему раньше? Самостоятельно, хоть чуть-чуть, намекнули, не намекнули. А если чуть-чуть нет, то можно сразу ему сказать о том, что прости, дорогой, я не могу ответить тебе взаимностью, ты для меня только друг. Чтобы он, по крайней мере, не надеялся, не держал себя ложными надеждами, и старался как-то все-таки жить дальше. Это будет честно, хотя бы из уважения к годам вашей дружбы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам удачи. Всего доброго.